Итак, на каких инструментах работает третья стратегия, которая связана с дивергенцией дельты по объему и дельты по количеству тиков и образованием останавливающих HFT объемов. Это может быть предварительная дивергенция и также это может быть дивергенция прямо в точке входа. Пройдемся по каждому инструменту. S&P 500 работает очень хорошо на проливах, когда появляется дивергенция. Это может быть видимое, как здесь, что дельта по количеству сделок идет в плюс. Непосредственно 6700 сделок больше на покупку, чем на продажу. И также это может быть, когда дельта по объему сильно ушла вниз, но дельта по количеству сделок практически в нуле находится. Это тоже считается дивергенцией. Итак, дальше евро. Вот была буквально недавно ситуация. HFT объем, потом идет еще пролив и консолидация цены. И в этой области идет дивергенция. То есть сначала была предварительная дивергенция дельты по объему и дельты по количеству тиков. И затем уже в момент точки входа дивергенции. Это значит, что профессиональные алготрейдеры останавливают движение цены, набирают позицию. И вот после чего последовал следующий импульс. Итак, дальше золото. На золоте достаточно часто встречается и предварительные дивергенции непосредственно в точке входа. Вот видимая хорошая дивергенция образования HFT объема. После чего следует коррекция. И вот также 29 марта была дивергенция. Потом еще пролив. Еще одна дивергенция. И уже образование HFT объема останавливающего. На золоте можно найти такие ситуации. Вот тоже дивергенция. Здесь образование HFT объема было. Цена была в консолидации. И затем снова пошло восходящее движение. Итак, дальше нефть. Вот на нефти буквально несколько дней назад были хорошие существенные дивергенции. Правда, здесь был движущий HFT объем, останавливающий. Соответственно, движущий уже является сопротивлением для цены. Здесь не было четких останавливающих HFT объемов по ручным настройкам. Но по автоподбору были хорошие точки, где можно было взять краткосрочные движения. Давайте дальше посмотрим. Фунт. Вот здесь дивергенция. Пока HFT объемов не было. Вот, кстати, тоже достаточно хорошая ситуация. Также была дивергенция. Тут хотя по автоподбору было и на buy, и на sell. Но затем вот хорошие объемы прошли на buy. И прямо на уровне. После чего было снижение. Итак, иена. Вот иена, хорошая тоже была ситуация. В начале апреля были HFT объемы после существенного снижения по автоподбору. Дивергенция очень видимая, очень существенная. Кстати, перед этим, как вы видите, вот здесь дивергенции очень сильные. После чего образуется HFT объем, останавливающий на продажу. И цена движется до следующего HFT объема. И на дивергенциях уже образовывается точка входа на покупку. Итак, австралиец. По австралиецу вот дивергенция дельт. Образование HFT объема. И после консолидации происходит движение в зону баланса. После движения к уровню на меньших выплат. И здесь уже по рынку алготрейдеры зашли. Образовался зеленого света HFT объем. На достаточно сильные дивергенции. То есть, вот это снижение, оно было противоход большого количества позиций. Дальше. Канадский доллар. Вот тоже две неплохих дивергенции. Они незначительные, но если два дня подряд идут дивергенции, это, соответственно, усиливает дальнейший сигнал. И вот здесь точка входа хорошая. Так, по природному газу тоже были ситуации. Тоже достаточно чистые дивергенции дельт. И после этого образовывались HFT объемы. Вот здесь была точка входа. И здесь. Итак. Вот по меди последняя не привела к какой-то значительной коррекции. Но после выноса стоп-лоссов цена вернулась к линии тренда. По пшенице бывают подобного плана ситуации. Но они достаточно редкие. Хотя здесь вот этот HFT объем отрабатывался. Только по инерции после образования HFT объема цена пошла ниже. То есть, вот этот уровень, он выступил сопротивлением. То есть, зеркалочку отработали. К уровню наименьших выплат по опционам пришли. И затем уже восходящее движение до образования следующего HFT объема. Ну вот тут была небольшая дивергенция. Тоже несколько локальных точек входа. Так что по пшенице тоже иногда бывает. По кукурузе хорошие ситуации. С хорошими дивергенциями. Вот, к примеру, вот эта ситуация. И прямо на тени образования HFT объема. Здесь тоже вот хорошая была дивергенция. Тоже на тени образования HFT объема. Но бывают и ложные. Вот, к примеру, вот такая ситуация. Вроде бы дивергенция есть. Но тренд достаточно сильный. Потому коррекция боковая. Когда мы торгуем жестко контртренд. Нужно осознавать, что сильная коррекция в такой ситуации может и не произойти. По СОИ нету таких хороших ситуаций. По франку. Вот буквально ситуация 22 апреля. Хорошие HFT объемы после сильных дивергенций. Практически идеальная отработка в рамках данного диапазона. Новозеландский доллар. Здесь HFT объемы не очень хорошо работают. Соответственно, их очень сложно понимать и интерпретировать, как показывает практика. Потому, как вы видите, происходит дивергенция. Красные HFT объемы на максимуме. То есть тут немножко все по-другому. И, соответственно, нужно быть очень аккуратными. Вот была дивергенция с образованием HFT объема. Но такие ситуации появляются достаточно редко. Мексиканец. Вот недавно было пару дивергенций. Здесь HFT объем на минимуме. Немножко проторговка. И все-таки какое-то восходящее движение мы получили. Вот здесь была дивергенция небольшая. HFT объем. Но при том, что дивергенция достаточно сильная. И вот здесь сильная дивергенция. Но с боковой коррекцией. Индекс доллара. Ну, здесь все достаточно запутанно. Таких чистых ситуаций встретить тоже порой получается редко. Вот, к примеру, вот здесь была дивергенция образования HFT объема. Но, так как достаточно много HFT объема в разных местах, то дивергенции не так красиво отрабатываются. Хотя вот здесь дельта по количеству в нуле, а дельта по объему причем была очень положительная. Ну, это совмещение еще с четвертой стратегией, когда дельта по объему у нас идет в одну сторону, а HFT объем срабатывает в другую. Так, дальше. По Hitting Oil. Ну, это самый неликвидный инструмент. Тут все работает плохо. Вот из всех индексов, кстати, по данной стратегии, индекс Dow Jones работает хуже всего. Лучше NASDAQ, RTY и S&P. Вот по NASDAQ. Вот идеальная практически ситуация. Хорошая дивергенция дельт. И HFT объем останавливающий и движение к предыдущему максимуму. И вот по RTY. Также была 20 апреля ситуация с останавливающим HFT объемом. И предварительная была небольшая дивергенция и непосредственно в точке входа. По платине тоже неликвидный инструмент. Ну, вот сильная контратака непосредственно в точке входа с образованием останавливающего HFT объема. И вот здесь тоже была ситуация дивергенция дельт и HFT объем. Правда, войти здесь на 15-минутном графике невозможно, потому что свеча закрылась достаточно низко. Тут разве что на 5-минутном графике можно было бы заскочить. На биткоине редко можно встретить. Можно сказать, что данная стратегия практически не работает на биткоине. Всем хорошего дня. На связи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова